Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Информация для любителей прямых эфиров. Автор канала Груза Николай пригласил меня на прямой эфир, на свой канал. Если всё пойдёт по плану, прямой эфир состоится в субботу, 28 ноября, в 18 часов по московскому времени, на его канале. Ссылку на его канал оставлю в описании. А теперь анекдоты. Разговаривает трое. Один говорит, мой сын умеет играть на скрипке, хотя ему всего 7 лет. Другой говорит, моему сыну 5 лет, но он умеет играть на виоленцеле. Дед Петруха говорит, моему внуку 3 года, он уже играет на рояле. Остальные спрашивают, да ну, не может быть, как это ему удается? Дед Петруха говорит, нормально, только иногда, когда заигрывается, Роняет игрушки с рояля. Подписываемся и слушаем дальше. Доктор, когда вы меня выпишите? Надоело уже тут так долго лежать. Рано вам с вашим состоянием выписываться. Да я же уже выздоровел. А я не в состоянии здоровья имел ввиду. Олимптика. Муж и жена лежат в постели носю. Муж врачица никак не может заснуть. Жена спрашивает, что заснуть не можешь? Муж говорит, да. Жена говорит, пост читай у вас доста. Муж говорит, так, ты, твоя сестра, твоя подруга Маттёна, твоя мама. Знаете что? Моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться. Да, я в курсе. И знаете что? Вы когда-нибудь за это мне скажете спасибо. Двое пьяных новых русских едут в Англию. И садятся там в двухэтажный автобус. Один из них поднимается на второй этаж и моментально сблигает вниз. И говорит, Петруха, ты туда не поднимайся, там даже водителя нету. Дед Петруха, говорят, что вы убежденный холостяк. Да. И кто вас в этом убедил? Мои бывшие жены. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дед Петруха сидит в баре и пьёт пиво. В это время заходит ваш пенсионер и говорит ему, Петруха, у тебя тёжда попала под трамвай насмерть. Дед Петруха медленно поворачивается к бармену и говорит, Гори-то какое, налей-ка мне тёмного пива. Однажды я подумал, может переехать в Москву. И потом, знаешь, посчитал, что я продаю квартиру в Гронидже и покупаешь в Москве пиджак. Сверкалось. Отец Воводский кричит с фалкона. Воводска, иди домой. Ты думаешь, идти домой или нет? Воводский говорит. Думаю, папа. Отец говорит. Ну и что? Воводский говорит. Пап, дай мне еще подумать. Как намекнуть гостю, что ему пора бы уже идти домой? Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви. А кто это ел? А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что женщины, которые имеют излишний вес, живут больше мужчин, обративших на это внимание? На улице адская жара. Все овощи завяли. Только одному хрену хоть бы хны. Ну, видать, этот хрен совсем от жары охранял. Сводок на телевидение. Товарищ Сюганов, сам я политикой не интересуюсь, но моя жена ездит на каждое ваше собрание в Москву. Последнее время их было 6 штук, но ничего не изменилось. Ответ. Понаблюдайте лучше за вашей женой. Последнее время у нас не было ни одного митинга. Подписываемся, кликаем на колокольчик. 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 Подписываемся, кликаем на колокольчик.